Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Как научиться молиться с радостью, надоело вечно себя принуждать? В жизни каждого христианина, церковленного, наступает такой момент, когда ты понимаешь, что принуждение к себе молитве перестает быть постоянно работающим эффективным методом. То есть до какого-то определенного момента ты себя принуждаешь, и это работает. А потом просто работать перестает. Уже себя понукает, не понукает, даже если ты на молитву встанешь, то ты просто будешь механически что-то вычитывать. И сердце твое будет не любовью, не радостью, как Господа наполняться, а некоторые досады. Ой, что же я там вынужден с Богом общаться. Самое главное, что эффекта-то не будет. Ну, конечно, Господь оценит, может, наши усилия, но они все растворятся на фоне той злобы, которая наше сердце посетит. Поэтому вопрос очень своевременный. И я бы хотел напомнить, что в Священном Писании у нас нет слов о том, что там надо читать последовательность к святому причинению. Или то, что надо читать утренние и вечерние молитвы. Кажется, скажешь, ой, батюшка, что, все отменить надо? Нет, планка, которую нам дает Священное Писание, она значительно выше. Давайте заглянем в Библию, в послание апостольское, первое послание апостола к Павлу, к фессалоникийцам, в самую последнюю, пятую главу. И прочтем 17 стих. «Непрестанно молитесь». Коротенький очень стих, его даже специально выделили при разбивке Священного Писания на стихи в отдельную фразу, в отдельный номер. Настолько вот важное это короткое словосочетание. Потому что задача христианина молиться не по расписанию. Задача христианина не вычитывать какое-то то или иное правило. А задача христианина непрестанно общаться с Богом. Более того, это вот задача локальной на земле, это то, что нас ведет к нашей практической цели, непрестанном общении оказаться в вечности, в раю, в Царстве Небесном вместе с Богом. Вот это действительно усилие нам нужно приложить. Однако мы помним, что Господь источник радости. Царство Небесное источник радости. Поэтому я бы посоветовал, если правило, если вычитывание, оно не дает радости, потому что все-таки, почему я говорю, наступает некоторый момент. Потому что до этого тебе сложно встать на молитву, но если ты себя все-таки взял, подвиг, умыл с холодненькой водичкой, стрепенулся, пошел, зажег лампадку, открыл молитвослов, встал перед иконками, и тебе вот так хорошо душевно молятся, или там сил нет, но добрался до храма, тоже там встал на молитву, и вот радость в душе появилась, то еще проблемы нет. Но если вот это уже перестало помогать, то попробуйте, попробуйте молиться непрестанно. Это не значит, что получится все время, вот каждую секунду своей жизни молиться. Это очень много надо потрудиться. Это не значит, что мы должны все время забросить все дела, и только с утра до вечера бить поклоны, какие-то молитвословы читать, или там даже священное писание, псалтирь, молитвенные тексты. Нет, от нас требуется совсем другое. Сопровождайте свою жизнь, каждое свое действие, каждое свое слово, каждую мысль молитвы. Это может до конца нереализуемо в нашей земной жизни, потому что безгрешный только Христос, и Он с Богом и Отцом мог в непрестанном молитвенном общении пребывать. Мы же люди грешные, и грех, это же отец всякого разделения дьявола, и вот грех нас отделяет от этого божественного общения. Но мы можем к этому стремиться. Идешь и прося молишься. Причем точно так же ты молишься, и когда вот как-то тяжело, и грустные мысли, и какие-то внешние проблемы, ты молишься, и Господь тебя укрепляет. И то, что ты, можно сказать, своей радостью от молитвы рассеиваешь окружающую скорбь. И тот же самый эффект, когда ситуация вроде полностью противоположная, это только в законах духовного мира, может быть, в материальных такое не действует. Это когда человек, наоборот, у него радостно все хорошо, солнышко светит, там, и неважно, летнее солнышко или зимой пробилось сквозь тучки, снег блестит, у тебя хорошо на душе, и ты тоже не то, что, ой, ладно, когда мне плохо, я помолюсь. И в этот момент тоже Господа славишь, прославляешь, молишься. Общаясь с ним, вот эта искрика радости, она в душу западает, и потом в какой-то тяжелый момент, вот на этот черный день, она начинает изнутри светиться. Если мы тоже, опять же, ее подпитываем, как мудрые девы, помните, не растратили свое масло из светильников, а продолжали, продолжали их светильники светить. Так и наша радость, вот которую мы получили от молитвы непрестанной, от молитвы, сопровождающей все наши дела, тоже может нам помочь молиться радостно. Кроме того, уже некоторые технические детали и советы, помимо библейского указания, оцените, оцените, когда вам молиться радостно. Вот мне, например, куда радостнее молиться, когда я там, например, со своими детками молюсь перед едой. Или мне радостнее молиться, если я просто в храме на службе, люди вместе молятся, поют, и поэтому там на службе я там часами могу молиться. А в домашней молитве мне куда тяжелее сосредоточиться, встать на эту молитву. Поэтому я всегда предпочитаю в храм зайти помолиться. И тоже вот даже нет в силу дома что-то читать. Уныние, усталость, рабочий день тяжелый. Заглянул в храм, там рядом с работой, рядом с домом, пришел, кусочек службы идет, взял, тоже помолился, душа стрепенулась, с Богом пообщалась. Поэтому, дорогие братья и сестры, сопровождайте молитву всю свою жизнь. И тогда радость вы ее сможете подчеркнуть и закрепить в радостный ее момент. И даже в горестный момент вот эти запасы радости тоже, как некоторый такой подарок, незаслуженный подарок от Господа, обязательно нас поддержат, и наше общение с Создателем будет тоже радостным. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.